Если вы решили нас развести, зайдите в другой магазин и зайдите кого-то другого. Я верю, что это деньги, но они были давно. Они не ходят? Они не ходят. В Украине в магазинах уже давно не принимают гривны старого образца, и сейчас НБУ решили их отменить. 25 копеек перестанут быть платежным средством в Украине, и у нас не будет больше гривен золотого цвета. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео вы увидите, что делать со старыми деньгами и монетами, какие сроки обмена на новые, и на какие монеты 25 копеек стоит обратить внимание, чтобы заработать реальные деньги. Покажу вам реакцию продавцов на гривны старого образца, на это стоит посмотреть. И конечно в конце выпуска будет конкурс, я разыграю вот эту банкноту 100 гривен. Если интересно, продолжайте смотреть. Как вы видели в моих прошлых роликах, реакции на старые гривны, продавцы и так просто отказывались их принимать без какого-либо закона. У меня есть серия видео на канале. Кто-то не принимает. А все, кто-то не принимает. А, такие принимают? Нет, старые они не принимают. А сейчас на банк же принимают? У меня только такие. Извините, нет. На момент записи этого видео эти деньги являются действующим платежным средством на территории Украины. Алло, Алексей, это Светлана, поддержка Монобанк. Ранее с вами общались, узнавали по поводу банкнота 1996 года и 2003, правильно? Да, да. Уточнила, да, информацию. Дело в том, что сейчас, то есть, НБУ установила требование, что эти банкноты, они будут в обращении без ограничения сроков, то есть до полного их исключения. Ага, то есть их могут, ну, обязательно принимать, правильно я понял? Ну, пока, пока что должны это принимать. Мы уже сообщили новость о том, что пора избавляться от мелочи в 25 копеек. А наши люди, привыкшие к тому, что в 90-е годы с деньгами постоянно происходил какой-то пи***ец, понесут свою мелочь в банки в магазины. Но не спешите все сливать. Обратите внимание вот на такие дорогие монеты Украины. Сейчас я расскажу и покажу. Итак, первая монета из этого чудо-списка 25 копеек, так называемый в народе английский чекан. Эти монеты не чеканились в Англии, просто именно там были заказаны штемпели для монет. Чеканили их в Луганске, на Луганском станкостроительном заводе. Так что это луганский чекан английскими штемпелями. По какой-то причине штемпеля получились вдавленным гербом. А в Луганске, видимо, тестировали штемпели и начеканили монет. И какая-то часть попала в бород. Существует 10, 25 и 50 копеек с вдавленным гербом. Чаще, конечно, попадались 50 копеек, потом 25 и в меньше всего встречались 10 копеек. Стоимость такой монеты 25 копеек, сейчас на сайте Виолити, где я продаю редкие монеты Украины, так и покупаю, доходила до 5,5 тысяч гривен. Но в среднем 3-4 тысячи, все зависит от состояния. Моя, например, в идеале, была привезена из Луганска коллекционерам и в обороте не была. Может стоить и 7 тысяч, и больше. Зависит от желания положить в таком состоянии монетку в коллекцию. Цена на 50 копеек на Виолити от 2 тысяч гривен, а вот 10 копеек от 13 до 20 тысяч гривен. Так что важно пересмотреть свои копилочки. Монеты сделаны на на Луганском станкостроительном заводе. Они изготовлены из латуни, остальные из алюминиевой бронзы. Вторая монета, которую стоит поискать в вашей копилке, это 25 копеек 1995 года. Тоже редкая и дорогая монета Украины. Ту, которую вы сейчас видите, нашел мой подписчик из оборота. Если хотите продать свою находку, пишите мне в телеграм, ссылка будет в описании к видео. Стоимость на сейчас такой монеты от 1000 до 2000 гривен, в зависимости от состояния. Следующая дорогая монета, 25 копеек 2001 года. Она делалась для нумизматических целей повышенного качества чеканки. Стоимость от 1000 гривен, вот она перед вашими глазами. 25 копеек 2004 года тоже считаются редкими. Они не встречались в обороте, так как Инбу их выпустил в наборе роллов. Есть несколько разновидностей 25 копеек 1992 года, которые вы визуально сможете легко отличить. Вот такая монета. На нумизматических форумах и интернет-площадках ее называют по каталогу ИТК 5.1 Д.А.Г. Монета явно выделяется визуально от других и у нее гладкий гурт. Стоимость от 4500 гривен. Следующая разновидность 5.1 ААВ. Как видим, тоже визуально сильно отличается. Цена от 800 гривен. Следующая монетка 2ГАМ, которая была и у меня. Я делал на ее обзор, как ее отличать. Ее стоимость от 500 гривен. Смотрите видео обзор по ссылочке в описании. Есть и другие разновидности 25 копеек ценой от 10 до 100 гривен. Тоже есть у меня на канале, будут в подсказке. Давайте перейдем к банкнотам. Перестают быть платежным средством все гривны до 2003 года. Как и 25 копеек, их можно поменять бесплатно в любом банке до 30 сентября 2021 года. А в таких банках, как Ощадбанк, Приватбанк, Рейфайзенбанк, Пумп, до 30 сентября 2023 года. Я снимал еще в начале года видео, как продавцы отказывались принимать такие банкноты. Давайте проведем и сейчас такой эксперимент. После того, как в СМИ прошла информация о том, что до 1 октября они еще точно ходят. Снимаю это видео в первых числах сентября. Он не берет банкноту, а вы не поменяете 100 гривен такие? У нас нет уже. А не знаете, где можно разменять? У пассажиров или где-то, наверное. У пассажиров, да. Ага. А простите, не поменяйте 100 гривен. А что-то терминал не берет. Не будет. Вот такие. Вот такие, я вообще не знаю, что нужно поменять. Еще должны ходить. Не поменяйте. Никуда их денется. Ну, в терминал точно не денете. О, а где вы такую взяли? Они еще ходят? Да, еще ходят. Не знаю. Юрина еще есть? Да, октября должны ходить. Сейчас узнаю. Могу я такое брать шестей? Тут все же гривны. Согласна. Ну, а вдруг? А вдруг у нас другая валюта? Доллары же. У вас здесь специально обученный человек? Они уже не ходят. Так как, еще ходят? Нет. Ну, может, тебе отдать в банк? Я говорю, просто 100 гривен бюджета. А что это за 100 гривен? Они уже не ходят. А так принимают и банки, и кассы, и все. У нас не берут такие. Вы что, их уже давно нет. Серьезно? О, чувак, если вы решили нас развести, вы пойдете в другой магазин, зайдите кого-то другого. Ладно, нет, нет, нет. Хорошо, вы просто не верите, что это деньги. Я верю, что это деньги, но они были давно. Они не ходят? Они не ходят. Это вы верите? Ой, извините, я, честно, я ни разу такого не делала, я ни разу не видела, чтобы нам кто-то приобрел. Ну, она не настоящая, просто она еще старенькая. Честно, я не знаю, я не могу ее поднять. Сейчас изымают все банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года. С чем же это связано? Конечно, на первых банкнотах была очень слабая защита. Их могли легко подделать. Коллекционер рассказывает, что можно было смыть слой краски, и наверняка умельцы на цветном принтере могли нанести другой номинал. А давайте проделаем такой эксперимент, ну, правда, без нанесения номинала. Посмотрим, как смывается краска. Берем 1 гривну старого образца и просто отмываем от краски. Да, действительно, так и есть. Она реально смывается. Но давайте вернемся к новым банкнотам. Также будут изымать из оборота все банкноты номиналом 1 и 2 гривны. И будут заменять их на монеты. Пока эти банкноты будут действующим платежным средством, хотя поглядим, как решит НБУ. Возможно, и эти гривны отменят. Думаю, в будущем мы попрощаемся с бумажными 5 и 10 гривен. И у нас останутся только монеты. В целом, я думаю, это приведет банкнот на монетный ряд к определенному порядку. Кстати, гривны золотого цвета тоже уберут. Дополнительно их менять не нужно. Просто они будут изыматься из оборота. Как говорят в шутке про монеты, француз Поль получил на сдачу 3 гривны, но так и не понял, где его наебают. Друзья, по поводу конкурса. В прошлом видео про старые деньги я разыграл вот такую банкноту 100 гривен старого образца. Вы еще успеваете поучаствовать. Ссылка будет в первом закрепленном комментарии. А в этом видео я разыграю другие 100 гривен старого образца и отправлю победителю. Просто будьте подписчиком моего канала, поставьте лайк этому видео, оставьте здесь комментарий или вопрос. Как только на канале будет 35 тысяч подписчиков, я разыграю эти банкноты среди тех, кто оставил комментарий. Все просто. А если вы досмотрели до этого момента, начинайте свой комментарий с фразы фартовый коллекционер или бабки в шапку. Вот такой флешмоб. До встречи в новом видео, друзья. Всем пока.